Продолжение следует... 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 Здесь, я думаю, надо будет помогать друг другу, и что надо, по Калмыкии, вы нам прям во фракцию поможете, куда эти задания. Думаю, что там закон проходит, Калмыкия заинтересована, мы, естественно, прогоним. Тут у вас ведь за коммерческие структуры отвечают местные. Значит, сейчас фонды создаются избирателями, деньги у меня есть. Мы хотим храм общий построить, где под одной крышей будут монахи-буддисты, монахи-православы, монахи-усланы. Бог один у нас. А Бог, это Христос Магомед, это дети одного Бога учения. Это просто придумали на месте, так сказать. Например, кумыс, молоко, кефир, йогурт, но природа-то одна, это все молоко. Мацоника, мацидофилин, ряженка, ну какая разница. А смысл-то не тоже. Поэтому идти от экономики. Снизу, снизу. Экономика одинаковая. Но выгодно, с одной стороны кричат единое неделимое в Кремле, а с другой стороны именно поощряет этот сепаратизм. А французский, немецкий, английский, ну и соответственно русский. По-немножку, несколько языков. Ну вот это как разница. Если и, так сказать, оценивать по результату. Хороший результат, значит хорошая идея. А если сюда-то нет, что ж идея-то превозносишься? Демократентом. За меня проголосовало 13 миллионов, а газетчик написал, что мы отрицательные. Что? Кто дал право ему? Кто ему дал право это делать? Это называется демократией. Это уже не демократия называется. Он сидит, дергает там. Да, деньги, заработать деньги, начинать, выдумывать что-то такое. Вероисповедание, независимо от социального даже положения, оно находит. Вот это... Нагрузки, такие бывают нагрузки, что как-то бывает, перебор. Спокойно-то нашло бы, не было бы, конечно, проблем. Смотрю, как международник, как это, Жириновский, это явление для России, для Советского, даже явление для Российской империи. Российская империя рано не подново зародиться. Конечно, однозначно. Хорошие специалисты вам принесут, там она немножко, может быть, большая, 10 печатных листов. Ну, на сроке почитаете, и могут даже понравиться, что-то такое. Будут замечания, что вот всем приму, поэтому кассеты, видео, аудио, все это будут приносить помощники. И если будет время почитать, я с удовольствием буду рад, так сказать, чтобы это какую-то пользу принесло. А что здесь... А что, президентским выбором, что в 96-го года? Я думаю, конечно, хотят они провести, надо, мир этого требует, Запад. Единственное, что это Клинтону, хотелось бы другого. Почему? Потому что, значит, его противник Доуэлл, лидер республиканской партии, они сейчас получили большинство. Он хочет победить, имея в виду пропаганду против Клинтона, что в России плохо дела идут, а это он помогает, Клинтон. Поэтому, если появится другой президент в июне, тогда Клинтон скажет, вот видите, мы поняли, там плохо, и мы добились, чтобы в России был другой президент. Поэтому здесь, как бы, противоречие между Клинтоном и Доуэлом, потому что Клинтон хочет создать на второй строк, а Доуэлл получил большинство в парламенте. Он хочет сам стать. И у него единственные козыри, это свалить Клинтона, показывая, что налоги, деньги американцев идут на помощь тем силам, которые Россию привели и к самому лучшему концу. На этом, в этом плане, борьба разгорится, конечно, вот, я думаю. И от генералов, или Лебедь, или Рудской. Вот пять человек. За генералов трудно голосовать, они все проиграли. Это Индегольд, но его там, Низенхауэр. Явлеевский слабенький, ну что тут делать? Если у вас успехи, то там нигде не успехов. Зюганов, ну это коммунист, ну что назад идти, сколько же можно было идти назад, когда это они все сами и сделали. Поэтому они постараются, по теории, Ельцин и Жириновский. Ельцин демократия, а Жириновский, вроде бы, так сказать, опасность, режима личной власти, так сказать, там немножко слишком вправо. Вот на этом плане, на этом фоне, могут постараются построить избирательную компанию, так сказать. Но я пытаюсь сейчас понягче быть, так сказать, козы не дать. И меня начинают к кому-то прикачивать, я чуть ли его не поддерживаю. Вот, ну ты пойми, я не поддерживаю, а... Ну у нас, на русском, знаете, обиженных, что ли? Да, любят обиженных, да. Любят обиженных. Так что вы рассмотрели, я думаю, что у них сценарий такой, что Левин, там, Руцко, Зюганов, Елинский не проходят. Во второй тур выходит Ельцин и я. Я не был, что какой-то успех появился, что-то плюрализм. Вот на таком фоне, потому что другого фона нет. На базе антикоммунизма уже были те выборы. И 91-й год, и 93-й год. Поэтому сейчас уже это карта битера. А вот попытаться против меня, как будто бы здесь что-то такое, чуть ли не фашизм, чуть ли там не какой-то экстремизм, будут пытаться что-то такое вот разыграть. Ну а мы видим, что газ, газ трогнут. Народ не поймет, какие успехи. Ну а как бы переходная фигура, это же переходная. Переходная, да, фигура, временная, несколько месяцев. Но всеродные выборы ему выиграть тяжело. Как и Скоково, кто его знает. Стараются что-то раздуть. Ну раздувают. Но раздувать нужно еще и иметь результат в магазинах, на дорогах к жизни. А просто фотографии показывать, это тоже знаете. Особенно, так сказать, не людей-то не мобилизую. Сейчас вам Средловский страх его раздували, а победил Рост. Народ сказал. Народ не хочет полить. Раз успех похвалит несколько, а остальные будут стараться оттопить и доказывать, что якобы плохо. Поэтому спокойно относиться и все, улыбаться, соглашаться, свою линию проводить. И все. Тогда это погром. Это толпа. Не надо. Пусть дома сидят все. И вот так вот дайте домик, пускай ЛДП сидит в этом домике, так сказать. И ваш человек там сидит. И пускай спокойно там думают, да рассуждают, да помогают. Ищут пути. Помочь контракты нужные, выгодные. Мы можем дать у нас тоже хорошие внешние связи. В Москве какое-то влияние где-то может быть имеем. Там если, допустим, по Минфину что-то такое, рисунки не дадали. Сейчас не дадают. Сколько не дадали? Ну сколько? Последний месяц. Последний месяц миллиардов. Ну за 15 года сколько они должны? Ну порядка, наверное, 160 миллиардов. Человека прислите ко мне. Ваш человек. Я с ним поговорю. Мы найдем формулу договора. А с Ванском я поговорю. Мы можем так договоримся, чтобы и сколько получила, и чтобы было нормально, так сказать, для тех, кто вопросов этих помогает. Вам важно получить фашку. И у меня лошади сейчас есть. Две лошади есть у меня. Конюшень небольшая. Две лошади есть. Под Москвой. Вот так что я люблю эту лошадь. Лошади люблю. Однако с собакой не получилось. У меня вот лошадь как-то она все-таки действительно. Это приятный подарок, потому что это цвет, во-первых, во-первых, степь, цветы степи. Ну и от президента, от главы государства. Вы на белой лошади такой куда-то. Да, въехать можно. Помощники возьмите коричек тогда. Давай, Александр, дорогой. Все, я очень рад, что у нас есть в регионах такие разумные, талантливые руководители. И таких будет больше. И вся Россия от океана от океана воспрянет. И у вас будет благодать на Российской империи. Так, все мы построим. Мы тоже обновали государство. Построим так империю, чтобы Калмык себя чувствовал, что он живет в великом государстве. Поэтому это все надо сделать так, чтобы действительно гордиться. И на Ростове. Мы покушать не успеваем. Единственное, обещали комыс. Если пару купил, чем комыс.